Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. MarathonBet. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Всем привет! Это Мир Спорта на канале ОСПОРТИТВ. Меня зовут Саня Малыхин. И сегодня я расскажу вам обо всех самых интересных спортивных событиях, которые произошли на прошлой неделе. Как обычно, долго не тянем и смотрим релаксант в исполнении российской скелетонистки Юлии Канакиной. Ребятушки, поздравляю нас всех с тем, что мы наконец-то смогли увидеть футбольный матч на новенькой Екатеринбург-арене. И в данном случае уровень футбола – это на втором плане важен сам факт проведения матча на новом стадионе. Я, честно, когда смотрел этот матч, я испытывал настоящий восторг. Кстати, тут на прошлой неделе совершилось самое большое кидалово в истории российского футбола. Нет, я сейчас не об арене в Санкт-Петербурге, Калининграде или Самаре. Напротив, я вам напомню, что пару недель назад московский локомотив убедил всех ответственных лиц РФПЛ, что проведение матча с Амкаром в Перми – это чудовищная ошибка. Ну, по какой-то их там логике. И предложил провести матч не на нейтральном поле, а у себя дома, в Москве. Это что такое? Что это такое, я вас спрашиваю? Железнодорожники пообещали заплатить Амкару 20 миллионов рублей, оплатить перелет, проживание и еще всю прибыль с матча тоже отдать. Вся общественность гудела, обвиняла в той или иной форме локомотив в мошенничестве. Но ровно до начала матча. Главный тренер Амкара Вадим Евсеев вообще остался на каньоне. И локомотив обыграл, и денег клуб заработал. И уверен, еще в раздевалке громко крикнул. Блин, это же идеальный вариант зарабатывания денег в российском футболе. Находишь лоха, который хочет обмануть систему, и прокидываешь его. Главное тут позаботиться о безопасности. Многие ей все-таки пренебрегают. Мой очень хороший друг Арена Дамян снял интервью очередное с известным футболистом в автомобиле. Потею как будто сам играем. Я прям, наверное, самый любимый мой спортсмен. Ладно, ты сам мне рассказал, я подведу тебя к этому. Даже невооруженным глазом видно, что Карен не пристегнут. Карен, друг мой, нельзя так пренебрежительно относиться к безопасности. Вот в следующий раз ты захочешь снять очередное очень крутое интервью с футболистом. Вы сядете в машину, как обычно, начнете петь, не пристегнетесь, и будет вот так. Доброе утро, Майки Сулия! Так что соблюдайте правила безопасности. Иначе вселенная вас накажет так же, как и Карена. Кстати, давненько я вам не рассказывал о трансферных слухах, потому что европейский клуб-то уже и сейчас начинает активничать, даже в том числе и в поиске тренеров. Бавария, правда, еще не определилась с преемником для Юпа Хайнкеса, а ПСЖ уже хочет переманить из Реала Зидана, убрав Эмери. Сам же Реал больше сосредоточен на том, чтобы купить Ливандовского и Азара, и при этом побольше, ну как можно больше, выручить из продажи Гарта Бейла. Ну а самое главное, как говорят в Испании, Атлетика достиг предварительной договоренности с Ювентусом о трансфере Пауло Дебалы. Ох, ничего себе! В Кардифе на прошлой неделе состоялся вечер бокса, и, естественно, российских болельщиков больше интересовал претендентский бой, в котором сошлись Александр Поветкин и британец Дэвид Прайс. Причем бой был действительно достаточно интересный, потому что уже к третьему раунду соперники отменялись нокдаунами. Дальше все было тихо, спокойно, и вот уже к пятой трехминутке Поветкин провел такую достаточно интересную комбинацию, завершив ее апперкотом, который и привел к нокауту соперника. Ну а в главном бою за все поясы по всем возможным версиям, достаточно предсказуемо британец Энтони Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера. Ну, это такое, а вот самое главное то, что UFC очень хочет заполучить в свои ряды этого британца. По слухам, президент организации Дэйна Уайт готов предложить британцу контракт в 400 миллионов евро. Хлебать мой суп. Таких условий даже Мэй Уэйзеру не предлагали. Но это еще не все, чем смогут вас удивить смешанные единоборства. Женщина-трансгендер впервые в истории выиграла бой у мужика. 21-летняя женщина-трансгендер Эн Вариато выиграла бой у Рейлсона Паксао на турнире по смешанным единоборствам в Бразилии. Но вы что сказать можете? Вы че, дед? Ну как? Ну вы сами-то понимаете... При этом она сама считает, что драться с женщинами, с ее стороны, это нечестно. Но это не первый такой слугучий. Трансгендеры постепенно проникают в спорт. Первый игрок-трансгендер появился и в женской хоккейной канадской лиге. Но тут правда все логично. На что только не пойдешь, чтобы легально находиться в женской раздевалке. Ой, какой кошмар. Я сейчас расскажу вам историю, которая прекрасно иллюстрирует, насколько северо-американская модель развития спорта идеальна и крута. Вот представьте вам, 36 лет, вы обычный бухгалтер, вы очень любите хоккей, даже играете в него за свой клуб в маленьком городке на позиции вратаря. И тут вашу спокойную, размеренную жизнь нарушает звонок из Чикаго Блэк Хоукс. Они говорят, что у них сломался очередной вратарь, и теперь ваша очередь стать запасным. Но на этом все не ограничивается. Вы не просто сидите на скамейке запасных, вы выходите на лед. Но это же круто же. Да, именно такая история произошла со Скоттом Фостером. В третьем периоде матча с Винни-Пегом голкипер Чикаго Колин Делли, который, к слову, тоже проводил дебютный матч, получил драму. И Скотт вышел на лед. Он провел на льду 14 минут и отразил все 7 бросков. Ну и самое интересное. Президент Международной Федерации Хоккея Рене Фазель наконец-то высказался на тему Олимпийского хоккейного турнира. Напомню, что сразу после окончания Олимпийского турнира комиссар НХЛ Гэри Бэтмен высказал предположение, что, скорее всего, и на следующую Олимпиаду НХЛ не отпустит своих игроков. Фазель заявил, что если НХЛ не отпустит и в Пекин своих игроков, то ИХЛ пересмотрит весь формат проведения Олимпийского хоккейного турнира, потому что его короткая продолжительность была сделана исключительно в угоду НХЛ. А это многим федерациям европейским не нравилось. Да и вообще есть второй вариант. Были предложения, чтобы в Олимпийском хоккейном турнире участвовали только молодые игроки. Как бы то ни было, и в том, и в другом случае уровень хоккейного Олимпийского турнира упадет до уровня футбольного Олимпийского турнира, который нахрен никому не нужен. Вот вспомните последних трех Олимпийских чемпионов по футболу. Да и все эти перемены будут зависеть от решения НХЛ, которое, в свою очередь, будет зависеть от интенсивности освоения китайского рынка в следующие четыре года. Если результаты будут плохие, то НХЛ, конечно же, отпустит своих игроков. Но это так же нереально, как если бы Фламинго были в Москве вместо Воробьев. Как шампанское без вот этой пробки. Как умный шпиц. Ну или как узнать, что Боттлфлип был изобретен в России. Хотя... На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на страничку в Фейсбуке, ВКонтакте. Про Твиттер не забываем. Также помним, что есть еще и страничка в Инстаграм, ссылочка в описании. И хоккейный канал «Все хоккей». Также ссылочка в описании. Наш уже там 8 тысяч. Так что давайте, давайте, подтягивайтесь. Будет очень здорово и вас там видят. Но самое главное, помните о правиле. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями. Пусть они также порадуются и будут в курсе всех самых интересных спортивных событий в мире. А так, пока. Всем хорошего настроения.